Позавчера утром 15 января в Башкортостане начался новый для нашей страны политический сюжет. В республике прошла одна из крупнейших протестных акций с начала войны. В понедельник утром на площади у здания суда в башкирском городе Баймак собралась толпа недовольных граждан. Люди пришли поддержать Фаиля Алсынова, местного активиста и защитника горы Куштау. В этот день должно было пройти одно из последних заседаний по уголовному делу против Фаиля. На сегодня, 17 января, было намечено оглашение приговора, и граждане собрались снова, несмотря на мороз и угрозу преследования. Сейчас мы уже знаем, что приговор, вынесенный активисту, не только не был смягчен из-за протестов, но и оказался более суровым, чем просило обвинение. Ему назначили 4 года в колонии общего режима, хотя обвинение просило 4 года колонии-поселения. Пока нет точных данных, сколько людей собралось на площади, но фотографии и видео подтверждают, что их как минимум тысячи. Разные источники называют цифры от 5 до 10 тысяч. Граждане не просто требуют свободы для активиста, но и выдвинули политическое требование. Отправить в отставку Радия Хабирова, главу Башкортостана. И если в понедельник полиция не вмешивалась в митинг, и он прошел мирно, то сегодня начались задержания. Столкновения с полицией продолжаются прямо в момент записи видео. Сотрудники применяют слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты. Такие крупные протесты словно возвращают нас на несколько лет назад, когда еще не было никакого масштабного вторжения в соседнюю страну, никаких сроков по 7-8 и больше лет за слово «война» или «замененный ценник». И в самом деле, если учесть, что Баймак – это маленький, просто крошечный городок, в котором живет меньше 18 тысяч человек, а мороз в этот понедельник стоял около минус 20, то даже несколько сотен протестующих – это очень много, не говоря уже о тысячах. Сегодня поговорим об этих событиях и о том, какие формы принимают протесты в стране, в которой начисто запрещены любые протесты. Только прежде чем начнем, вы, наверное, удивились, почему я в такой темноте сижу, так вот я в театре Парижа. Сегодня у меня тут выступление, есть социальные билеты на него, стоят 1 евро, так что приходите, всем доступно. В субботу мы встречаемся в Риге, в понедельник в Таллине, еще будет на следующей неделе Цюрих и Милан, а потом еще Израиль. Адреса и билеты по ссылке в описании. Теперь переходим к ролику. Начнем с предыстории. Фаиль Алсинов занимается общественной работой в Башкортостане с середины нулевых, но широко известен стал после протестов 20-го года, связанных с защитой шиханов. Башкирские шиханы – это четыре уникальные известняковые горы, коралловые рифы древнего Пермского моря. Одна из них, шихан Шахтао, была под ноль срыта в ходе разработки, которая началась в середине 20-го века. На месте Шахтао остался карьер. Башкирская содовая компания, которая его разрабатывала, нуждалась в новых залежах известняка и очень рассчитывала на оставшиеся три шихана. Та самая вечная оранжевая пачка соды в каждом российском доме добывалась именно там. Уже давно есть более современные способы добычи соды, чем просто взрывать гору. Но для этого пришлось бы модернизировать оборудование и действовать методами 21-го века, а не 20-го. Руководство республики и содовая компания так стараться не хотели и решили все по старинке взорвать. Активисты заметили начало разработки, когда на шихане Куштао началась вырубка леса. Они организовали протесты и развернули палаточные городки, а полиция начала задержание. Фаиль Алсынов был задержан одним из первых и провел 10 суток под арестом. Но Куштао удалось отстоять. Теперь шихану присвоен статус особо охраняемой территории. Вообще разработка различных месторождений и сопутствующие ей разрушения экологии и культурного наследия Башкортостана – распространенное явление в республике. Так что протест против разрушения Куштао был не последним. В апреле 23 года Фаиль Алсынов произнес речь на народном сходе в селе Ишмурзино, рядом с Баймаком. Возле села планировалось начать добычу золота, а это взрывные работы, постоянная пыль в воздухе и деградация окружающей среды. Причем никакой рекультивации после завершения таких работ не проводится. Разумеется, жители села были против и собрались на сход. Фаиль произнес речь, за которую его сейчас и судят. Что же он там сказал? Он говорил о том, что по всему Зауралью в результате золотодобычи образуются карьеры, остаются заброшенными деревни. Далее перевод речи Фаиля с Башкирского. Какая нам выгода от этого? А никакой. Деревня как была захолустной, так и осталась. Наши парни уезжают, головы кладут, погибают. Ведь тут даже мужчин не остается, которые могут наши земли защитить. Женщины, старушки, ведь только и остались. Пьющие умирают от пьянок, живые погибают на войне. Фаиль говорил о том, что владельцы и рабочие добывающих компаний, закончив разработку, разъедутся, оставив местных жителей на истощенной земле. Армяне уедут на свою родину, русские в свою Рязань. Карахалык к себе, татаров свой Татарстан. Мы не можем переселиться, у нас нет другого дома. Наш дом тут. Вскоре, прямо лично, глава региона, Радий Хабиров, написал в прокуратуру жалобу на Фаиля Алцинова. По мнению большинства собравшихся, так губернатор пытался отомстить активисту за Куштау, разработка которого могла принести огромные деньги, но теперь стала почти невозможной. Следственный комитет открыл на Алцинова дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Он даже был внесен в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Арест состоялся в октябре 23-го года. Экспертиза, назначенная следствием, нашла в словах Алцинова негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности и языка происхождения. Особенно эксперту не понравилось слово «карахалык», которым Фаиль назвал «приезжих рабочих». В современных тюркских языках это слово означает «простой народ», хотя дословно переводится как «черные люди». Обвинение запросило для активиста 4 года колонии-поселения. Сам Фаиль Алцинов вину не признал. Протестующие во время митинга, поддерживая Фаиля, скандировали «без карахалык», что в переводе означает «мы черный народ» или «мы простые люди». После митинга события продолжили развиваться. Вчера полиция задержала нескольких сторонников Фаиля и заблокировала телеграм-канал, Куштао Байрам, который освещал события, плюс несколько других местных каналов. Сегодня, в день оглашения приговора, люди снова начали собираться возле здания суда. Но в этот раз власти были готовы вмешиваться. По словам активистов, в город приехало как минимум 3 автобуса с полицейскими. В городе отключили интернет. Чтобы затруднить подход к зданию суда, подъезды к площади перекрыли спецтехникой и полицейскими машинами. Люди, многие из которых приехали из соседних сел и городов, оставляли машины на дороге и во дворах и шли пешком. На площади у суда полицейские через громкоговоритель убеждали граждан разойтись и сообщали, что их сход не санкционирован. Но это никого не убеждало. Люди продолжали пребывать. По свидетельствам очевидцев, к моменту начала заседания собралось больше тысячи человек. Они скандировали «Свободу», «Фаиль» и «Своих не сдаем». Около 10 часов утра был оглашен приговор, который возмутил протестующих. Все надеялись, что Фаиль Алсынов получит условный срок, но суд назначил ему 4 года колонию общего режима. После появились сообщения, что спецназ начал задерживать и избивать протестующих и применил слезоточивый газ. Даже говорили про светошумовые гранаты. Тривиальная, казалось бы, история преследования властью неугодного активиста, но она превратилась в самое яркое политическое высказывание последних полутора лет. В крошечном городке тысячи протестующих собираются у здания суда, произносят крамольные речи про отставку губернатора и про напрасную гибель людей на войне. Существует такое представление, что когда автократический режим закручивает гайки, в обществе начинает копиться напряжение. Оно растет и растет, а когда превысит меру терпения людей, то срывает резьбу, и это все выливается в протест с баррикадами, а может быть даже с Лебединым озером. Наблюдение же раз за разом показывает, что это не так. Напряжение, которое копится в обществе, сами граждане могут долго и не осознавать. Если ситуация безвыходная, если цена протеста — это годы тюрьмы, если протест невозможен, люди просто приспосабливаются. Есть разные способы адаптации. Многие просто не замечают или отрицают свое недовольство властью, войной, мобилизацией. Другие выражают недовольство, но стараются не выходить за рамки, которые им кажутся безопасными. Протестовать против режима, против неправосудных приговоров, против войны чревато неприятными последствиями. А вот требовать поднять зарплату или отменить QR-коды — это кажется вполне приемлемым. Мы все отлично помним, что по мере того, как ужесточалось законодательство о митингах и пикетах, все больше протестов проходило без политических требований. Самыми популярными стали экологические протесты. В 2018 году начались и продолжались два года выступления против строительства мусорного полигона в Шиесе. В 2019-м случился протест на Байкале, где целлюлозно-бумажная фабрика для всех как бельму на глазу. В том же ряду кампания против разработки башкирских шиханов и многие другие. К экологическим протестам примыкают митинги против сноса памятников или разрушения городской среды. Самый заметный среди них случился в 2019 году в Екатеринбурге. Горожане выступили против строительства храма на месте сквера. Все сказанное не означает, что эти протесты были полностью безопасны или что их причины были надуманными. Совсем нет. Разумеется, экологические проблемы и некорректные решения городоначальников реально существуют и волнуют граждан. Многие активисты пострадали в этих схватках с властью. В сущности, это был максимальный риск, который могло себе позволить общество в тех условиях. Но все меняется, когда появляется окно возможностей. Даже маленькая щелочка. Власти от чего-то не с руки сейчас всех митингующих пересажать на 15 суток, а тех, кто особенно отсвечивал, осудить на 10 лет. И люди сразу осознают, что у них претензии не только к задержанию одного активиста, им еще и губернатор не нравится. И война, забирающая отцов и сыновей, тоже не нравится. Ну так и что же такое изменилось прямо сейчас? Откуда у граждан ощущение, что они могут сравнительно безопасно выдвигать очень чувствительные для власти требования? Все решает контекст. На носу выборы. Громкий скандал сотни задержаний может быть системе и не очень-то нужен. Это считывается людьми и носится в воздухе. Особенно в регионе, где недавно народный протест добился важных результатов. Люди вышли и увидели, как их много. И то, что накипело под закрученными гайками, стало превращаться в политические требования. Что следует понимать о митинге в Баймаке? Это во многом протест людей, которые впервые выступают против власти. Это протест людей из сел и маленьких городов. Это протест людей, которые еще недавно верили государственной пропаганде в целом, хотя могли быть не согласны с чем-то в частности. Их разочарование руководством страны свежо, а поэтому ощущается гораздо острее. Это протест людей, которые только начали осознавать, что не удовлетворены нынешней властью и что могут желать другой власти. Они обращаются к президенту России, просят отставки губернатора и пока не требуют смены самого президента. Но они уже ощутили, что имеют право требовать другого губернатора. Им может не понравиться, что их требования игнорируют. И они это запомнят. Региональная власть обвиняет протест в национализме. Сами активисты отрицают эти мотивы. Мы не знаем, как обстоят дела на самом деле, но что можно сказать точно, так это то, что своей сверхцентрализацией российская власть создала мощный ответный запрос на федерализацию, на большую независимость от центральной власти, на самоуправление. И этот запрос будет звучать все чаще. И ничего плохого в нем нет. Думаю, многие из нас замечали, что когда начинают протестовать люди, которые раньше не шли против власти, жены мобилизованных, например, или вот люди из небольших городов, то они часто удивляются открывшейся реальности. И пишут посты, мол, надо же, в нашей стране-то оказывается настоящая диктатура. Или мы обнаружили, что конституция не действует, законы не работают, суды нечестные. Тем, кто в политике давно и понял все это лет 10-15 назад, в такой ситуации хочется каждый раз спросить, да что же вы раньше-то, где же вы были? Вот только говорить такого не надо. Это позитивный процесс. В российском обществе все больше людей присоединяются к протесту. Да, это не всегда прям либеральная публика, но они становятся нашими союзниками, как только начинают понимать, что проблемы России начинаются в Кремле, что нам не нужна война, и поэтому лучшим выбором для нас будет поддерживать этих людей. Потому что, как ни крути, но рано или поздно любой протест в России становится антипутинским и антивоенным. Ведь ни одну проблему в России, ни экологическую, ни урбанистическую, ни социальную, нельзя решить, не сменив власть и не закончив войну. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Катца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com До встречи в вашем городе!